Я открыла свой офис и стала боссом. Всем, лисичка, я привет! Недавно вышло новое обновление, связанное с созданием своего сообщества. Я тоже решила попробовать зарегистрировать нашу семью и купить офис. Посмотрим с вами вместе, что это такое и с чем это едят. Кстати, вот такие вот соцсети у меня есть. Ссылка на них, как обычно, в описании к видео. Для начала надо бы определиться с городом, в котором будет находиться наш офис. Прайс у нас такой. Приволжск – полтора миллиона, Невский – 3 миллиона 100 тысяч и самый дорогой мирный – 4 миллиона 700 тысяч рублей. Цены, конечно, кусючие, ребята. Бюджет у нас не сильно большой, поэтому я выбираю самый дешевый офис в Приволжске. Разницы, честно, нет. Везде офис выглядит одинаково, с одинаковым набором улучшений и возможностей. Найти офисный центр можно через меню навигации. Для этого нажимаем английскую М, навигации, интересные места, офисный центр. Но сначала нам нужно посетить мэрию и поговорить с секретаршей. Выдвигаемся. Важное дополнение. Создать собственную организацию можно только при достижении пятого уровня, но вступить в организацию можно с третьего. А пока я еду, подпишитесь на канал, если вам такое интересно, поставьте лайк. И не забывайте вводить мой промокод LISOCHKA для скидки на покупку вашего первого имущества. Итак, вот эта прекрасная женщина, с которой нам предстоит обсудить бизнес-план и зарегистрировать нашу с вами организацию-семью под названием Family Berg. Да, банально. Согласна. Советую заранее продумать название. Смена стоит дорого. Тысяча донатных рублей. Проще закрыть и заново открыть организацию. Само создание организации в целом стоит недорого. 500 тысяч рублей. Дороже вам обойдутся офисы и их прокачка. Например, для официально частных организаций регистрация своей организации обязательно. Офисы обязательно всем, кроме дизайнеров. Ну и поскольку мы с вами заранее определились, в каком конкретно городе будет находиться наш офис, просто ставим меточку и туда едем. Для вас-то пару секунд, для меня чуть-чуть побольше времени. Кстати, Репзя, очень интересное дополнение и очень интересная фишка. Когда вы покупаете офис в каком-либо из городов, у вас в меню места появления появляется как раз-таки офис вашего города. То есть у вас помимо места выхода и дома появится еще и офис. Давайте ненадолго отвлечемся от суровой реальности и посмотрим на это. Это же двери! Наконец-то! Нормальные двери! Теперь осталось разобраться в том, как же все-таки управлять этой организацией. Для начала я приглашу первого участника. Чтобы это сделать, надо открыть рядом с игроком радиальное меню, то есть тап, и пригласить его. А затем выдаю ему роль. Управлять начальными ролями, покупать некоторые улучшения и пополнять баланс организации можно через мобильное приложение на телефоне. Очень удобно. В нашем райском уголочке не хватает гаражика. И это я не про напиток. Мы купим сейчас улучшение и завезем туда машину. Начну с одной единственной. Пока что. Мои пушки-гонки-ларгус. Я машинку благополучно перевезла. Вот эта красавица стоит, любуется вами. Теперь ее нужно будет перенести на учет в организацию. Воспользуюсь для этого верстаком. У человека, который решил ее взять, она будет отображаться в F3 лазурным цветом. Но не переживайте. Затюнинговать автомобиль, перевесить номера сможет лишь истинный владелец. Передать транспорт третьим лицам не получится. Он числится на балансе организации. И давайте я немного покажу, что у нас по итогу получилось на парковке. Продолжение следует... Продолжение следует... Плавно перетекаем в наш красивый директорский кабинет. Что же у нас по расходам? Хороший вопрос. Нам нужно оплачивать не только офис, но и товарный знак. Счет выставляется каждое воскресенье с 12 часов ночи до часу ночи по московскому времени. На оплату дается всего лишь 7 дней. Поэтому будьте внимательны. При неуплате налога у вас ликвидируется организация. При этом, если вы не оплатили офис, вы его теряете. Компенсирует вам за него всего лишь 50% стоимости офиса и его улучшений. Во всей этой обнове я отметила для себя достаточно много плюсов. Начиная от невероятного, потрясающего, умопомрачительного, unbelievable, wonderful, amazing интерьера. Заканчивая охренительной системой. Да, она еще сыровата. Но я очень надеюсь, что в дальнейшем все-таки она будет дорабатываться. Чем-то напоминает систему банд, семей на других различных проектах. Очень понравился чат. Понравились возможности эвакуировать машину прямо в гараж, а также пользоваться не только своим транспортным средством, но и любым автомобилем, который находится на учете в организации. Было бы славно, если бы в дальнейших обновлениях системы организации и офисов в целом добавили возможность офис продавать игрокам. А также сделали побольше слотов, побольше места для парковки и кнопку спавна всего личного транспортного средства. А вы, кстати, видели пасхалочку? Мм? Ну сейчас я вам вставлю. Здравствуйте, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Я думаю, каждый для себя самостоятельно решит создавать ли организацию, регистрировать ее как официальную или же нет. Но я была бы рада видеть тебя в наших скромных рядах. Фан факт. Название организации относится к инструменту вывода и ввода информации, как и таблички, надписи на шинах и так далее. Поэтому наказываются соответствующими пунктами ВПС. Например, 5.21 или 5.19. Расходы в неделю, в общем-то, небольшие. Я заплатила около 11 тысяч рублей за товарный знак и за офис. Организации прикольны для объединения групп лиц. О всех своих мыслях по поводу обновлений я буду писать в своей группе ВКонтакте. Если вам интересно, подписывайтесь. Но я всех жду в свои жаркие объятия. А как ты думаешь, стоит ли создавать свою организацию, покупать офисы и вливаться в этот движ? Или же нет? Напишите свое мнение в комментариях. Все читаю. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю. Чмок в пупок. Я кончила. Мяу.